Ну что, вроде как продолжаем, вроде как записалось. Сервис-центр. Сервис-центр. Блин, вроде эту карту как-то двигать можно, но я так и не понял, как это делается. Короче, двигаем дальше. Арена, сервис-центр. Заброшенная арена с уделевшими ремонтным центром. Захватить центр, произвести модификацию Кассандры, покинуть арену через телепортер. Подсказка. Найди ключ доступа к сервис-центру и угнет одна из машин. Хорошая подсказка. Я это всё уже, в общем-то, проходил. Вот тут играет довольно прикольная музыка. Здесь вот мины. Не исключено, что одна из них меня подорвёт. Потому что я говорю, у мин здесь есть очень нехорошая привычка сидеть где-нибудь, знаете, в таком вот под деревцем. Где-то её физически не можешь увидеть. По-моему, нам сюда, если я ничего не путаю. Вроде бы. Вот она, видите? Фактически тут мы сейчас с вами делаем достаточно простую вещь. А именно... Так, чиниться не надо. Хорошо. Это радует. Что-то я поехал так, не посмотрев на своё здоровье. Вот, к сожалению, иногда, да, вот так вот Кассандра тупит очень сильно. Едет куда-то не туда. Вот, тут нам сейчас надо... Я даже не помню, на самом деле, уже, что тут надо. Что не надо? Ну, что-то надо. Следим за кустами. Двое движение. Сразу разворачиваемся и уходим. Не дай бог не попасться на симпатичную минку. Минки, как я уже сказал, нас ваншотают. Ваншотают быстро, качественно и грамотно. Здрасте. Кто страдает? Кто мычал? Так. А, серьёзно? Кто сказал бабах? А, вот. Очень странные пушки, которые... Это вот сервис-центр, который нам надо, что там мы немножечко... Мы его, типа, захватим. Ну, сейчас будем там чиниться между уровнями. Давай ты сможешь, дура! Блин. Да, смена пушек на единичку, двойку, тройку. Ну и, соответственно... Не понял. Откуда нам дальше надо? Я хоть тебе не помню. Юлит уже всё записывал, но... О, вот, пожалуйста, минка. Дрень такая. Минки реагирует очень сильно издалека. Вот. Но... Тут есть и эти... Как его? Это снаряды к пушке номер два, если что. Довольно мощная хрень, очень скорострельная, но, к сожалению, с кончающимся боезапасом. Что делает её не очень приятной в использовании. А куда ж ты поехала, дура-то, блин? Так, с этим разобрались козлом. Отлично. Двигаем дальше. Собственно, нам из одной из машин нужно достать ключ к этому сервис-центру. Какой-то необъяснимый причин он пытается от нас убежать. Я пытался пустить Кассандру в... А вот, собственно, и сервисный... А вот, собственно, и ключ. Теперь нам надо ехать обратно. Вот, то есть, весь тот маршрут, который мы уже проделали, надо сделать обратно. Это, к сожалению, минусы данной игры. Ну, или данной конкретно карты, потому что... Дальше четвёртого левела я, по-моему, не заходил. Вот, не успел. Так сказать, там я пристопорился и пока разбирался, что всё, обнаружил, что у меня и карта игрушка не записывается. Так, я поменял формат записи очень сильно. Покороче, так сказать. Поменял формат записи... Ой, стоп, нет, не сюда. Поменял формат записи, поменял формат, скажем так, того, как я записываю, что я записываю, фом-количество. В общем, решил поменять это всё. И всё-таки хочу её пройти. Ну, блин, не знаю, чем-то меня зацепило эта игру. Блин, музыка знакомая, пипец. Очень знакомая. Узнать не могу. Кто будет смотреть, господа комментаторы? Может, кто узнает? Напишите. Чё-то реально очень знакомая, блин. Что-то зацикленное, что-то очень такое вот крутится. О, тогда подключимся. Ну ладно. Наверняка что-нибудь с пирателем. Ёлки-палки, игрушка 2000 года. Не смешите мои тапочки. Наверняка с пирателем, блин. В жизнь не поверю, что с вами написали. В Российской Т-Федерации в 2000 году, ха-ха, мы, о, наше весёлое детство, в котором мы даже знать не знали таких страшных слов, как лицензия. А даже если кто-то и знал, то была серьёзная проблема. Даже если ты хотел быть законопослушным человеком, ты тупо нигде не мог её купить. Ну и серьёзно, я не знаю, по-моему, реально до определённого момента, по крайней мере в Казани, банально, просто даже не было магазинов, где продавалась лицензионная продукция. Всё, смех смехом. Ну, дела давно минувшие дни, как говорится. Было и было, чё теперь? Было, было, было. Но прошло. Стой! Стой, поганец! Куда помчался? Стой! Да ты убегаешь! Остановись! Стой, я всё прощу! Ну, подожди! Отдай! Как там? Сало, отдай! Или как там это кричали-то, ёлки, забыл. Ох ты ж какие-то! О, закрути... Нет, не закрутился. Я думал, сумел запуститься. Блин, как... Могу найти эту точку, чтобы... Во! Вот сейчас получилось. А, нет. Что-то не получается. Чтобы она вот крутилась вокруг, танк вокруг этой точки. Даже странно. Ну, ладно, ничего страшного. Так, ага. Чё-то, по-моему, овчинка выделки не стоила. Зря я так. Ну, это... Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Так. Цыц. Блин, патронов для второй пушки набрал уже мое почтение. 200 штук. Полный боекомплект. Просто полнейший. Единственный, конечно, минус. Очень сильно просел по ХП. А, я нашел ключ? Да ладно. Серьезно? Так, вот здесь, по-моему, есть минки. Нет? Тише-тише-тише. Это патроны. Патроны нам не нужны. Две сотни это, по-моему, максимум. Которые мы получаем. А вот это должны быть аптечки. Аптечки нам очень нужны. Вот так. Красиво? Красиво. Патроны есть? Честно, я не очень понимаю, что это за пушка. И почему она пуляется ракетами туда. Но почему-то она это делает. Так, ну вот, собственно, гефест-лазерная пушка. Вот тут 24. Здесь, значит, фобос. Здесь почему-то тоже можно поставить фобос пушку. Я реально не понимаю, почему, что это такое, что за бред. И тут можно гусеничные и колесные. Я, честно, не понимаю, в чем прикол. Почему-то, например, смотрите, вот гусеничная. Масса 30. Колесная масса 23. Нормально. Колесная скорость 100. Гусеничная скорость 80. Ну, вроде логично. А вот теперь, смотрите, маневренность гусеничная 15. Маневренность колесной 30. Это с каких пор колеса маневреннее гусениц? По-моему, всегда наоборот было. Ну и броня, понятно, 40. Тут 50. Ну, давайте оставим гусеничная. Пушку мы взяли. Вот. Пушка, собственно, номер 2. Вот она. Я ее выбрал. Сейчас я вам покажу, как она работает. Ну, что там сверхвыдающаяся? Просто сверхмощная пушка. Все. 4-5 выстрелов. Так, в чем задача? Прокинуть. А, то есть, в принципе, можно уезжать, да? Вот это я, правда, не понимаю, что это за пушка. Почему она стреляет? То есть, зачем она это делает? Что ради? То есть, какая цель вообще в этой стрелялке? Видимо, она есть. Поехали, все. Как бы сейчас выезжаем отсюда. Можно, в принципе, еще съездить в левый верхний угол. Может, там что-то полезное есть. Потому что мы туда не ездили. Почему бы, собственно, и нет? Пушки у нас есть. Патроны у нас есть. Следующая пушка, которая у нас будет, это зенитка, насколько я помню. По-моему, на следующей карте она нам и достанется. Если я что-то не путаю. Или нет. Сейчас посмотрим. Или не сейчас посмотрим, а в следующий раз посмотрим. Хе-хе-хе-хе-хе. А, вот же телепортер. Как видите, разница скорострельности просто гигантская. Между первой и второй. Правда, это на самом деле отчасти минус. Потому что, ну, потому что, понимаете, так, вот здесь опасно. В таких местах очень часто мины бывают. У нас как бы запас. Боезапас второй пушки, он конечный. А первая все-таки восстанавливается. Поэтому я, честно говоря, думаю, что лучше бы они первую сделали пошустрее. Как по мне. Ну, может, потом можно будет улучшить. Кассандра, молодец! Так. Ну что? А в чем? Там суть танцплощадки. А, минное поле. Ну, в принципе, почему бы и нет? А почему бы и нет, на самом деле? Сейчас так, небольшой перекурчик. И запишем еще танцплощадку. А почему бы и нет, на самом деле? А почему бы и нет? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. А почему бы и нет? Да.